Девушки отдыхают Ну хорошо, Филимонов, слезай, пол уже высох Молодец, Филимонов Сынок, вставай, пора на работу Вставай Мам, ты хотела сказать, в школу? Ну да Но если бы ты вчера из рогатки в соседний джип не выстрелил, ты бы пошел в школу А так на работу Ну давай, вставай, папа ждет А потом мы с родителями сели на автобус и приехали домой Так, ну и? Что? Ну так, чего ты совершил? В чем ты сознаешься? Ничего не совершал Просто вы за меня сочинение, как я, правило, лето написали, без ошибок Мне осталось только на чистовик переписать Спасибо, до свидания Ребята, обед будет через 15 минут Нина Петровна А мне дядя строительного слона учил Какому? Так, Саша Пойдем ты мне покажешь этого дядю строителя Я ему покажу, как такие слова говорить Пойдем Ну что, сынуль, как день прошел? Что ты нового узнал? Узнал новое слово от дядя строительного И три новых слова от Нины Петровны Вот, Дмитрий Сергеевич Это справка от стоматолога Он сказал, что мне еще два часа нельзя есть А? А Ну раз такое дело, тогда не ешь Ну ты даешь, хитрюга Специально к зубному пошла, чтобы эту кашу перловую не есть Ага Что ж завтра я перед обедом иду зубы лечить? Димка, а что ты сидишь скучаешь? Ну-ка давай до бабочки, кашки мои Михалыч, опять перлов, когда каждый день едим Ну что ж ты такое? Дети ее не любят Да это меня стоматолог подговорил Хитрюга, теперь к нему в кабинет Очередь Кому до бабочки? Поздравляю вас с Новым Годом Ребята Я, конечно, понимаю, что вы уже взрослые Но наших традиций никто не отменял И поэтому завтра будьте любезны Прийти на новогодний маскарад в костюмах Тихо! В наше время найти новогодние костюмы не проблема Сорокин, Вяземский и Нефедова Можете прийти в своем Ну что, ребят, еще по дорожке бутерфляя И на сегодня все, только с полной выкладкой На старт! Внимание! Работаем, работаем сразу! Давай, 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 давай! Слава, молодец, хорошо! Петров! Да что ж такое-то, а? Что ты плаваешь, как утюг? Ну разве это потерфляй? У меня собака и то лучше грибет, чем ты, а? Ну вот представь Полетишь ты отдыхать с родителями, скажем, в Турцию Понравится тебе там девочка какая-нибудь в отеле И захочешь ты перед ней порисоваться А как ты будешь рисоваться, а? Ай, учишь себя, учишь, а все без толку Финиш, 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 зарабатывай, давай! Давай, нажимай быстрее! Не понял? Петров! Это что такое, а? Ну вы же сами спрашивали Как я буду рисоваться перед девочками? Вот так! И не обязательно при этом бутерфляй Вот это мы на набережной А-а-а А это сынок на банане катается Пап, сфотографируй меня на аватарку ВКонтакте, а? Давай Ох, какой красавица Так, ну глаза закрыл, давай еще разок О! Ну как? Хорошо Ой, слушай, и меня тоже сфотографируют с этим красавцем для одноклассников Давай Сейчас Ой, мои подружки обзавидуются Чего-то меня не прет И меня Что за игра? Батя говорил, что крутая пошаговая стратегия Как по мне, ерунда полная Ничего не понимаю Круто! Не разговариваем Соблюдаем тишину в библиотеке Это мама От того столика Ромео и Джульетта А вы можете ему кое-что от меня передать? Ну так и быть, передам Это мама От того столика Привет, мам Привет, сыночек Давай курточку повешу А ну-ка А ну-ка Так Вот это что такое? Это А это не мое Это моего друга, Коли Он попросил, чтобы у меня пока полежали Честная-пречестная Смотри мне Считай, что поверила На первый раз Отцу не скажу Мама Что это? Это? А это не мое Это Тетя Галя У соседки сверху Она просто попросила меня, чтобы вот он тут Вот здесь временно Постоял Вот Честно-пречестно Ладно Будем считать, что я поверила Спасибо Отцу ничего говорить не буду Сань А ты как заболел витрянкой? Да у нас в отряде один пацан больным оказался Правда, его родители уже забрали Ну а у вас тоже кто-то такой оказался? Не Я телефон какому-то пацану дал позвонить Раньше сказала Что так через телефон заразился Теперь его тоже лечить надо Ольга Николаевна Алина бегала, бегала и упала А я подняла Молодец, Сонечка Это очень хороший поступок Потому что подружкам надо всегда помогать Сейчас На тебе конфетку Спасибо Конфет Нет хороших поступков А мы вчера с мамой в музей ходили А мы с братаном на бокс ходили А мы вчера с батей на охоту ездили Круто Ну и что, убили что-нибудь? Конечно, убили Ходовую У машины Ну что ж Я хочу обратить ваше внимание Вот на что Вчера Петя Иванов Из четвертого А Бежал по коридору Упал И вывихнул руку А три дня назад Такую же травму Получил Витя Соколова Шестого Б Так вот С сегодняшнего дня Я запрещаю детям бегать по школе Мы расставим везде дежурных Которые будут за этим следить Больше никаких травм я не допущу Го! 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 Не бегать! Ну как? Супер Кстати, нам будут мальчишки из первого отряда Да Значит так, Филатова На дискотеку ты сегодня не пойдешь Почему? А вот посидишь и подумаешь Что ты не так сделала? Будешь знать, как ходить в таком же платье Ау! Ау, ребят! Мария Александровна! Ребят, вы где? Ау! Ребята! Ау! 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 Родине когоа Ну вот, теперь можно идти домой. Так, ну все, не хулигань. Ложись поудобнее и спокойной ночи. Папа, расскажи мне сказку. Сказку? Ну хорошо, сынок. Слушай, жили-были три поросенка. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Пап, а где вся сказка-то? Где-где? Мне надо было страницы из книжки вырывать. И самолетики свои дурацкие делать. Так что спи давай, авиатор недоделанный. Ну что, Карасевич, готов к пересдаче? Готов. Начинаем. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. В душе настало пробуждение. И вот опять явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. Андрюша, ты так хорошо прочитал, это было так неожиданно, я даже не знаю, что у тебя поставить, у математики. Катюш, а что ты одна стоишь, грустная такая под зонтиком, иди с детишками на солнце поиграй. Нет, мне на солнышко нельзя. Ты плохо себя чувствуешь? Нет, я на Новый год снежинкой была. Ну? Растаять могу. Здравствуйте. Я благодарю вас за столь бесценную книгу, устранившую в глубине моей души зернохамство и невежество. Как же я рад, что эта книга так на вас повлияла. А теперь разрешите откланяться, и пора на обеденную трапезу. О, что? Я не смею вас задерживать, мой дружок. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Здорово, дядька. Меня к тебе прислал вожатый. Дай-ка мне какую-нибудь книгу прочитать. А почитай эту. А про что она? А вот прочтешь, узнаешь. Ха-ха-ха. Садичка. Иди. Игорь, я должна тебе кое-что сказать. У нас будет ребенок. Точно. Мальчик. Ну что поделаешь? Работа у меня такая. Опять родителей не забрали. Коля! Коль. Колька. Коль. Колян. Коль. Колянище. Николай. Ну кто же эти пластиковые окна изобрел? Убил бы. Согласен. Сан Санч, а что тут происходит? Дети купаются. А почему левую руку так держат? А им вчера манту сделали. А он с тем что? А тот не помнит, на какой руке манту сделали. Давай, давай, открывай череп. Если откроешь, я тебе пару лет срока скину. Ну а человек в натуре замок открыл, там изнутри что-то держит. Конечно держит. Там сынулька мой сидит. Потому что знает, что я после родительского собрания выпарю его, как сидорову кожу. Скажи, что меня ругать не будешь. А иначе сейчас я какое-нибудь уголовное дело съем. Малый, съешь мою, а? Чалов, Виталий Данилович, колитика тереп. Доктор, помогите. А что случилось? Вы что, не видите? А что я должна увидеть? Меня мальчишки ночью мятной пастой намазали. И что? У меня от этой пасты все лицо чешется. Помогите, доктор! Сядь. Вот. Передай мальчикам, это не мятная. От нее у тебя ничего чесаться не будет. Получи, рыжий бестяк! Вот так тебя! Да, алло. Сережа, здравствуй. Это твоя классная. Дай-ка мне своего папу. Папу? Да. Сейчас. Да, алло. Андрей Степанович, здравствуйте. Вас беспокоит Алла Андреевна, классный руководитель Сергея. Вам нужно срочно прийти в школу. Нам надо поговорить о поведении вашего сына. К сожалению, не получится. Я приболел. Где-то еще две недельки буду лежать. Ой, ну, выздоравливайте. А потом приходите. Да-да, до свидания. Ну что, поверила? Прокатила. Слава богу, в школу мне надо идти. Ну давай. Погнали. Опа! А вот так. Загоняем. Вер! Татьяна Александровна, разрешите. Заходите, Алексей Николаевич. Пойдем. Алексей Николаевич, с тех пор, как я вас назначила, ну, в качестве эксперимента, конечно, классным руководителем шестого Б-класса, ваши инновации, так сказать, не перестают меня удивлять. Ну, что такое-то? В каком смысле? В прямом. Как? Ну, как можно было додуматься послать Кейко на Олимпиады по-русскому, по-физике, по-химии, по-математике, по-русской литературе? В каком смысле? Да в прямом же. Он же круглый двоечник. В какой-то? Ну, да. Ну, зато он боксер. Ну, и что? Как что? Вот. Надо же. По всем предметам? По всем. А какая у нас следующая Олимпиада? По-английскому. Потянешь? Ага. Ну, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...